Привет! Меня зовут Сабанчеева Анна, и да, я знаю, что ты будешь делать этим летом. Мы вместе с тобой пройдем весь путь поступления от выбора вуза до твоего зачисления. Готов? Тогда погнали! Хочешь обучаться на бюджете? Знаю, что хочешь. Хочешь, но молчишь. Мог бы уже давно написать нам в приемную комиссию, получил бы инсайдерскую информацию про поступление. А теперь пришло время рассказать все о целевой квоте или о целевом обучении на бюджете. Думаю, ты прекрасно понимаешь, что для обучения на бюджете тебе нужно иметь неплохой запас по сумме баллов ЕГЭ, либо быть победителем Олимпиад из министерских перечней. Однако есть еще один способ попасть на бюджет, при котором ты значительно повышаешь вероятность своего зачисления. Я говорю о приеме на целевую квоту. Какие преимущества ты получаешь? Отдельный конкурс и приоритетное зачисление еще до основного приказа. Обязательное трудоустройство после окончания учебы. Возможность дополнительных бонусов от работодателя, например, стипендия, оплата общежития. Помощь работодателя во время учебы, например, предоставление баз практик. Возможность подработки в предприятии работодателя во время учебы. Согласись, звучит весьма привлекательно. Наверное, уже задаешься вопросом, в чем же тут подвох? Есть один нюанс, который следует учитывать. В случае прекращения обучения по твоей инициативе, либо отчисления за незданную сессию, тебе придется компенсировать стоимость обучения за прошедший период. После окончания обучения тебе нужно будет проработать в организации, с которой был заключен договор о целевом обучении не менее трех лет. Решай сам. Гарантированное трудоустройство – не такой уж и плохой бонус для новоиспеченного бакалавра или магистра. Давай пройдемся по механике, как все это работает. Выбери организацию, относящуюся к одной из следующих категорий – органы власти, органы местного самоуправления, государственной организации, муниципальные учреждения и организации с государственным участием. Заключи целевой договор. Он может заключаться между тобой и организацией, и в таком случае ты предоставляешь в приемную комиссию вместе с другими документами копию такого договора. А может заключаться на три стороны – ты, организация и университет. В таком случае потребуется согласование юристов вуза. С точки зрения самого поступления разницы тут нет никакой. Подавай документы на целевую квоту. Таким образом, ты будешь участвовать в конкурсе на бюджетное место только с теми, кто также претендует на целевое место. По практике это очень небольшой конкурс. В некоторых случаях ты можешь оказаться в одиночестве и спокойно займешь целевое бюджетное место даже при невысоких баллах ЕГЭ. Согласись, это очень круто. Форму договора можешь найти на нашем сайте в разделе «Поступающим» – «Целевое обучение». Будут вопросы – звони, пиши и помни шаг за шагом – мы пройдем весь путь поступления от выбора вуза до твоего зачисления. Следи за новыми материалами. Пока!